Росты гибели на пожарах и повышенная увага до пожилых граждан. Безпека ЖГРУ Гродзинской области застаётся под особливым контролем улады и отказных ведомств. Последование профильной комиссии по актуальных вопросам безопасности прошло в грудь. Как было огучено на встрече, в регионе насыряется тенденция по снижению количества пожаров в жилом секторе. С начала года отбилось 538 пожаров, это 80% от минулогодней статистики. В той же час фиксуется рост гибели людей на пожарах. С пашатку 2020-го ахверами огню стали 59 жахаров в области. У большинства выпадков трагедия отбылась по вине грамадян. У приватности за неосторожного обыходжения за огнём. Головным спадорожникам инцидентов застаётся алкоголь. В совести с чем надается великая увага профилактицы таких здарыньев. Есть и шарах инших пытанев, на выражение яких скерованы силы выратовальников. С наступлением холодов мы будем акцентировать внимание на вопросы, связанные с эксплуатацией теплогенерирующих устройств. По этой причине происходит сегодня большинство пожаров, связанных с эксплуатацией печей других обогревательных устройств. Мы сегодня говорим о том, что основной фактор и условия, способствующие гибели людей, это незанятость общественно полезным трудом, это злоупотребление спиртными напитками. Как было означено, великая увага усими субъектными профилактики в области, повинны надаваться работе с пожилыми грамадянами. Как показывает статистика, есть выпадки, когда пожары возникают за неуважливости сталых господаров. Таких инцидентов, которые тягнут за собой серьезное наступство и навод смерть, можно было бы позбегнуть. У нас достаточно сил и средств для того, чтобы разместить этих пожилых граждан в стационарных учреждениях социального обслуживания. Это могут быть и дома-интернаты, это может быть отделение круглосуточного пребывания, это может быть дома совместного самостоятельного проживания граждан. Поэтому, кроме того, есть возможность использовать услуги социального работника для того, чтобы обезопасить себя. Ну и, конечно же, я хотел бы призывать всех детей ответственно относиться к жизни и здоровью своих родителей.